Оттуда картинка, отсюда. Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверябой и Артём. Мы решили снять подкаст, идти в центр села. У нас начался карантин. С сегодняшнего дня междугородние автобусные... Нам надо магазин, а мы не знаем, будет магазин открытый или нет. И ещё и автобусы не ездят. Да, автобусное сообщение не... Ну, в общем, запрещено. Посмотрим, будет ли открытый магазин. Здесь людей так, в принципе, особо никто не шлялся. Так что здесь людей мало. Посмотрим, сколько это будет в селе. Мы хотим поговорить о карантине. В принципе, я считаю, что карантин... А же та же покупка в магазинах, туалетную бумагу скупают. Да, мы будем скупать туалетную бумагу, соль, пыла. Такие же, в прошлый раз покупалось или нет? Ну, мы ещё пачку купим одну. Ну, мы не много будем, мы не будем целую упаковку. Мы только пачку на 8 минут купим. Да книги есть. Да, у нас запас книг, но это только если будет на случай ядерной войны или как там. Ладошка есть. Да, ладошка, Артем, вот в Азии, там всё умеют ладошкой. Ну, там шланги с водой и в Китае, и в Малайзии, и в Сингапуре. Там я в Индонезии говорю точно так же. Ну, Индонезия это самая большая страна, где аж прям 80% мусульманского населения проживает. И очень много острова у неё. Ну, и вот, естественно, хоть она и находится в таком сердце цивилизации. Едут рядом и Гонконг, и Макао, и Сингапур. Ну, всё равно, всё равно, всё равно, всё равно у них шланги есть, потому что мусульманская страна так принята. Ну, в принципе, в... Они, в общем, не понимают, что у нас ажиотаж с туалетной бумагой такой. Да. Ну, я сейчас перейду. Да и вообще покупка. Дело в том, что раньше работали с губкой. Губка у каждого была. Воина в Римской империи. Да и у нас тоже было распространено вещь удобная, многоразовое использование. В римском туалете была многоразовая губка для посетителей. Все пользовались. Ну, не знаю, насчёт листов. Говорят, что после 15 лет жили долго. Кто доживал до 15 лет с молодёжи, потом жили до 70. Ну, если, конечно, в боях там не умирали или кого-то нож упырнули. Я не знаю, что смеются с того, что люди скупают. Пускай себе скупают. Потому что так мы и выживали. Действия не поддавались никакому объяснению. Паника – это всё исключительно, это всё генами передаётся. Прошлое наши деды, которые воевали. Вот так вот они и выживали. Глянул гром громкий – беги. Заходишь в пещеру – страшно. Понятно, почему страшно. Кто-то может прятаться. Потому что там, да, может быть, зверь зарычал – беги. Всё, вот так. Вот так и выживали. Лук может прятаться в пещере. Все остальные не выжили. Да, расскажу за мыло интересную историю, которую я услышал в магазине. Прямо на кассе, здесь в сельском магазине. Бабка говорит, а я когда-то там, в конце 80-х, начало 90-х, когда всё это скупали, купили с дидом ящик мыла. Ну, тогда они были молодые, ясное дело. Так, я сейчас вангую, что этот ящик мыла остался. Этот ящик мыла остался у нас на чердаке. Вы представляете, ну, то есть люди не применяли его, хранили, хранили. И, естественно, это мыло, оно, его нельзя хранить в тепле, на горячем нельзя хранить, так как я точно знаю, что оно превращается в такое парафиности, риновое. Ну, в общем, чем оно, из чего было изготовлено, оно обратно постепенно становится тем же. Теряет свои мылющие свойства. Так что, если вы скупаете мыло или храните его, храните его в полотном сухом месте, чтобы оно ещё не поплесневело дополнительно. Мыши не погрызли. Да, и оно ещё окисляется просто на воздухе. Так что длительное хранение, оно покрывается корочкой. Надо запаковывать в полиэтилен или вакуумный. Если есть вакуум, то вакуум запаковывайте. Я точно знаю, потому что у нас был, когда я работал монтажником высотных работ, сюда? Да. То я подсушивал мыло на самодельном электрическом обогревателе из труб сделанной. Туда заливалась вода. Какие регистры? Регистры такие огромные делаются. Огромные ещё трубы. И это мыло, оно превращалось в парафин. Ну, в парафин, стеарин, там что там ещё. Какие ещё добавки идут. И почти не мылило вначале. Ну, сверху. Вот надо было его смывать, а потом уже внутри оно уже потихонечку мылилось. Это всего лишь там за несколько дней оно стояло. А туалетная бумага сколько простоит, проживёт? Туалетная бумага, вангую, что она проживёт не так долго. Вот мне попадается бумага, которая простая обычная бумага, газетная. Она очень быстро портится. Туалетная бумага тоже. То есть она окисляется постепенно. Старайтесь выкачивать воздух, если вы собираетесь хранить очень долго. Мы с Артёмом работали, разбирали, с ней типа, по-моему, назывался. Или что-то типа такого. Театр. 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 Опа, выключилось. Что там? Ну, ну всё. Флешка забилась. У нас не будет слышно теперь. Теперь всё. А ты же сказал, что надолго надо снимать. Теперь надолго. Так, там газетная бумага испортилась, превратилась, помнишь, брали газеты, с которой были под этим. Читали «Урожай под открытым небом», очередную статью. Да. Каждый год писали. Две статьи мне попалось в 80-х и в 30-х годах. этого же здания. И там была статья, значит, называлась «Урожай под открытым небом», то ли пшеница под открытым небом, то ли хлеб под открытым небом. Ну, что-то такое, да. Неважно. Важно то, что эта бумага рассыпалась. Так, я всё никак не выключу. Вот, надо так сделать. Выключить. Рассыпалась очень сильно. Точно так же рассыпалась, я вот недавно находил туалетную бумагу, которая у меня лежала, кусочки. Она тоже точно так же рассыпалась, как та газетная. То есть, она намного быстрее портится. Так, ну, понятно. Портится быстро, но пойдёт в расход. Лет 10, не больше, хранения туалетной бумаги. Я думаю, что никто её не будет хранить сейчас так. Нет. Пустят в дело, да и всё. Ну, главное, что полки уже будут полные, мне кажется, на следующей неделе. Приходишь в магазин, а там всё есть. Значит, Зачеркассы город ближайший к нам. Там город пустой сейчас. Мало шляются люди. Никто нигде не ходит. Как у Шевченко. Иначе люди подурил их, иначе вымерло село. Ну, и зашибись. Вот ты сейчас тоже так клёво идёшь, никого нет. Всё хорошо. Тише улицы будут. Если вы, как это, недолюбливаете людей, это ваше время. Больше там онлайн кинотеатры начинают набирать. Вон Counter-Strike за всю историю никогда такой онлайн не держал. Он, кстати, бесплатный вообще. Заходите, играйте Global Offensive. Хотите кого-то убить, заходите в Counter-Strike. День или что-то такое. Там сервера всё ломятся. Чё, какие пиратские сервера с играми тоже будут работать. Всё чудесно. Значит, что я хочу рассказать. Ну, что мне положительного видится в моменте. Отрицательные стороны явны. А вот что положительное в этом карантине, я думаю, что исчезнет гриб. Так как он очень похож на основное заболевание. С ним будут бороться. И с ним тоже будут бороться. Не будут вот этих ходить кашлять. Их будут сразу винтить. И, в общем, держать отдельно, чтобы они других не заражали. А гриб, он же долго не живёт на открытом воздухе. Он же очень быстро получается, что исчезает. То есть, ему нужен обязательно носитель. Поэтому я думаю, что гриб у нас или исчезнет, или с ним будут бороться более жёстко. Маски начали носить. Это уже теперь никто не стесняется. Да, уже не стесняются. Да, Женя говорил мне, ходят в намордниках. Про Гонконг. Что в намордниках ходят. А что в намордниках? Просто там так принято. Человек болеет, он одевает маску. Там говорят, спасать, не спасать. Да спасает. Оно всё равно работает. Он у хирургов же обязательно в операционной маске. Почему? Когда говорит человек, чтобы слюни в рану к вам не летели. Пока он зашивает. И говорит там медсестре, давай ланцать сюда. То что, слюна же вылетает. И что, она в рану должна лететь? Нет, вот. Там маску одел. Ты чихнул. Всё это у тебя под маской. Добро это и осталось. Человеческая слюна равна тому же, тому же, как и животное. А не разлетелось, как попало. То есть, если собака покусала человека, нужно делать уколы. И человек, если покусал другого человека, тоже нужно делать уколы. И могут быть бешенство и всякая ерунда передаваться. Говорят, надо очки носить, потому что через слизистую проникает. Через слизистую. А как очки помогут? Это если маска водолазная или лыжная, тогда поможет. Очки, по-моему, никак не спасут. А вот эти очки, которые сейчас носят, то они там же с проветриванием идут. То есть, там нужно дополнительно ещё покрывать марлевым материалом. И этот марлевый материал нужно смачивать. Ребята, я думаю, вот эти маски, если вы хотите, чтобы кто-то на вас не дышал, они должны быть смочены, ну, не полностью мокрые, а влажные должны быть, дезинфицирующим каким-то раствором. Самый простой дезинфицирующий раствор, вот я нашёл у меня советский аппарат, есть, называется ионатор воды. Там, значит, делаются ионы серебра. И это серебро вплоть до наночастиц в 1 нанометр, там написано. Ну, тогда не было наночастиц, тогда такого понятия не было. Но уже технология как бы была испытана. Он довольно простой, втыкается в розетку, считается там секунды. На трёхлитровую банку хватает 24 секунды работы для минимальной дезинфекции воды, для принятия вовнутрь. Также можно делать дезинфицирующие ванны, умывание, ну, в общем, всё такое. Этот раствор единственное, что долго не хранится. Если интересно будет, я потом, а может, потом запилим обзорчик. Всё там подробно написано. Там применяется чистое серебро. 999-й пробы. Сейчас это редкость. Но я считаю, так как у нас подобие средневековья, я назвал бы это новое средневековье, так как в людей бросали камни, начинают люди людей бояться, агрессивно себя вести, то серебро тогда тоже работало. Тогда светили воду серебро, ну, или что-то типа того, или ёмкости с серебряной водой применялись. А теперь у нас такие вот дела. Итак, дезинфекция. Это один из основных пунктов. Также защита, перчатки будут, маски носить и всякие остальные предметы. Человек человека подальше будет держаться. Возможно, прекратится эпидемия или что-то ещё с гриппом. Это, я думаю, один из положительных вариантов. Ну и посмотрим, что будет в центре села. Подписывайтесь на канал. Арсений Селезнев, зеробой подкаст. Вместе с Артёмом. Пока! И вот такой вот вормлес на последние катры.